Султан, приветствую вас в нашей программе «По душам». Я рада, что вы до нас добрались. Несколько дней мы вас ждали. Я извиняюсь, приветствую, я извиняюсь. На самом деле, у нас какая-то программа есть, которую надо выполнять, поручает из правительства, поэтому не получалось. Спасибо. Я старался, как можно, доносить до вас. Так чутко оправдали свои слова. Я несколько раз слышала в интервью, что вы пунктуальный человек. Вы даже заранее пришли. Я уже за 10 минут внизу был. За 10 минут. А вот с чем связана такая пунктуальность? Кто-то ее в вас воспитал. Это же дисциплину надо с детства воспитать. Вы знаете, может быть, наверное, я начинал, в Ростов поехал, я попал к тренеру, да, вот пацан маленький мальчик был, попал к тренеру, он сказал, первый же день, одна тренировка опоздает, я могу простить, вторую тренировку, ты уйдешь из зала. И бывали, когда опаздывали, вот так вот прибылки, сколько опаздывал, поддавали это по ногам. И с тех пор на всю жизнь урок, да, получили? Ну, вы знаете, я так думал, я и в школу тоже не опаздывал. И в школу, да, вот предполагаешь, что это из зала. Она все равно, видимо, в крови, но все это. Я вот обратно перейду в Ростов, раньше я добирался тренировки каждый день, и утром, и вечером, мне надо было два транспорта менять. Определенный, да это, один транспорт, потом пересадившись на другой транспорт. Я выходил час, час-десять за тренировку, я знал, я иногда там пораньше прихожу, ну, я точно не опоздаю. Вот эта вот графика, когда сохраняешь, она уже, она дает тебе, я это хочу сегодня требовать от детей. Получается? Дочка вот вон мне пошла, вон мне пошла, она все, куда бы, она никогда не опаздывает. Мальчику надо работать еще. Вы сказали, со школы это уже, да, у вас было? То есть на уроки приходили вовремя? Я не помню, что я когда-нибудь опаздывал на уроки, да, и такая ответственность бывала, может, от учителей, от чего это. Я вообще-то вырос, я с тетей вырос, я один, мы с тетей одни, одни бывали, да, дома. И, может, от того, что уже надо было не выскочить из дома, из-за этого, может. Не было кого-то, кто за вас этот контроль над временем возьмет, да? Контроля тоже не было, но я думал, я много об этом задумывался. Почему я так вот, это, наверное, от того, чтобы этот, ну, из дома выходить надо было, наверное. Действительно, это совершенно логично, что вы об этом задумываетесь, потому что это же огромная проблема. У вас эта пунктуальность уже развита, а для многих людей это такая проблема прийти вовремя. Нет ощущения времени, интуиция времени это называется. Вы это время хорошо чувствуете, а есть люди, это что-то вот, какие-то внутренние настройки, может быть, сбиты. И вот эту вот настройку выстроить очень сложно. Нет, если она выстроена, ее не поломаешь, как можно опаздывать? Это же неуважение, в первую очередь. Даже если я вас не знаю, к себе тоже это неуважение. Если ты об этом человек, который задумывается в жизни, это и себе неуважение, и уважение к вам. Скажите, пожалуйста, тетя, которая вас растила, это мамина сестра или папина? Это папина сестра. Папина младшая? Старшая. Ваша мама рано ушла из жизни. Вы сказали, что когда вы родились, мамы не стало. Как это произошло и сколько вам было на тот момент? Как я родился, мама в этот же день умерла. В этот же день? Да. Меня-то вообще забыли, оказывается, там под кровать поставили. Видишь, как создал это, даже сутки ко мне никто не подходил. Раньше смерть как-то очень воспринимали так болезненно. Раньше это сейчас привыкли. Сейчас привыкли, да. Могилы копают, уже там какие-то шутки делают. Раньше у нас, помню, человек, если умер в селении, месяц даже, вот, то, что даже инвентарно задумываешься, стиранные вещи, вещи даже нельзя было. Даже школы, два дня выходные, ну, как бы, закрывали школу. Вот настолько воспринималось, может, вот так вот было, меня оставили, и женщина, у меня снилась мама, говорит, мальчика, вот, там, заберите хоть, говорит, что мальчика оставили. Она пришла, и вот эта женщина меня забрала. И самое интересное, и родился, и не плакал тоже. Как будто понимали ситуацию. Ну, да, вот это вот, ну, многие тогда, ну, осуждали, ну, как-то об этом много говорили раньше. Ну, как мы, ребенок, вот так вот, под кровать накинули, только родящихся видят. От чего мама умерла, то есть тяжелые роды? Роды, видимо, кровотечение было в горах, в селении. Больницы не было. Больницы не было. Март месяц. Раньше дороги же полностью закрывали зимой. У нас районный центр, 30 километров до села. И дороги не бывали раньше. Такие снега бывали раньше большие. Поэтому это как бы отрезанный участок. Ни связи, ничего. Вроде, вроде у нас никогда в больнице никто не ездил рожать. Они обращались так часто, как сейчас. Да, все, в селении, я сколько помню, все рожали женщины, принимали роды. Даже были случаи, там, наши женщины, они идут работать на синокос. Там же тоже в горах синокосе бывали случаи, рожали. Есть такие тоже. Такие женщины были сильнее. Вы сразу же после того, как мама не встала, через несколько дней, получается, к тете вас отправили? Ну, там-то меня дома еще держали. А кто ухаживал за вами? Все, да, когда пока похорон, пока это, наше месяц-два, все же дома, все за мной ухаживали. А потом через три месяца тетя забрала меня у нее этот раз. Как она к вам относилась? То есть, это было какое-то повышенное внимание, повышенная забота, мальчики без матери? Знаете, ну, такой женщины, наверное, второй, наверное, такой женщины не будет. Как она, да? Да, я в детстве даже, она уезжала там, у нас, как бы, у нас в Бабибиртовском районе тоже села есть. Ну, куда она называется? Да, вот она уезжала зимой где-то на месяц. А я там учебу, вот тут. Я каждый день смотрел, откуда они, машины тоже не было раньше, ну, люди, когда идут села, так, полтора-два километра, к речке смотрел, думал, может, сегодня приедет, может, сегодня приедет. Вот такая тяга бывала к ней. Я думал, если ее не будет, у меня жизнь на этом закончится. Вот такое мнение было у меня тогда. Боялись потерять? Все в жизни меняется. Я, в 2007 году, она умерла. Да, пока еще она умерла, я чемпионом стал. У меня все строили, все встречались в селении, такой праздник. Она уже болела. В это время я уже постоянно на уезд, уже с 15 лет, уже реже-реже видишься, уже человек все равно отвлекает. Я часто задавал этот вопрос. Ну, мы люди такие. Я когда пришел ее проведать, там на улице праздник, волейбол, все село, я с ней сижу, она уже тяжело болеет, она так очень ненятно разговаривает. Я с ней сижу, я думаю, когда я выйду отсюда к людям, как бы этот, я как бы себя сейчас выдаю, вот такой существует человек. Женщина, которая, я думал, если ее не будет, неожиданно на этом останавливается, которая вот так вот думал, и время, когда проходит, и ты думаешь, и ты как ты, ты сидишь, чтобы она не подумала. Я так, я зашел, и ушел, чтобы не думала, я просто сижу с ней. Душа, сердце навалится еще. Я сам себя осуждаю, но она, она, она так выходит. Я сижу, ради, как бы, чтобы она не подумала, что я сразу ушел, как бы, ради галочки, что ли, вот так вот сижу. Можете самый теплый момент вспомнить с ней, проведенной? Теплых моментов там много в жизни было, да. Мы с ней оставались еще в этот, возле села, там полтора-два, полтора километра, у нас была вот эта, не мука, как она называется, который в горах мы делаем. Эх. Эх, да. Мы делали, мы ночью, там же холодно, и страшно бывает. А я просыпался, я ее выкрывал. Я не знаю, почему там оставались. Она до утра работала, она, видимо, еще какой-то помех не было, видимо, оставаться надо было. Вот мы оставались, я помню, маленький мальчик, мне очень страшно. А я ее выкрывал и выкрывал. Такие моменты, которые были, и потом уже обратно, она же маленькая, ее за руку убирал, там дороги такие. Это мне думают, что что бывает, видимо, она бывает, так и этот, запоминающая. Вы прям так, это живо так рассказали, я как бы, я это все, вот у меня картинка в голове прям выстроилась совершенно точно, как будто я там побывала. Вы ее мамой называли? Да, я называл, она, у меня хорошее детство, она мне все давала, все делала, она мне, но единственное, ее тоже семья сына. У них семья, мы там вместе кушали и спускались вниз, у нас одна своя комната была. И всегда вот зимой, когда я видел ребята там, шумя, там соседи этот, я думал, блин, а так вот поиграться было бы мне тоже с кем. Мы как-то все время одни оставались. А у нее не было других детей своих? У нее были, у нее взрослые дети, ее сын, его сын и жена, и эта женщина, она жива, кто меня воспитал. Никогда не было, вот, какое-то мгновение хотя бы, когда вы почувствовали бы, что вы в тягость в этой семье? Никогда не было, знаете, в пятом класс, в пятом классе, отец жил в районе, в пятый класс меня забрали в район учиться. Ну, один год там учился, я туда возвращаюсь, 8-9 месяцев, да, учились, в июне уже обратно возвращаюсь. Я вроде у отца, у своего отца был, мне кажется, всем селом думали, и в том числе она уже, она какая-то заплакала, она боялась, что я приеду и уйду, в другой дом уйду. То есть она ждала? Я как скучал, как я туда, я прямо к ней пришел, ну, они плачут, думаю, что они плачут, я бы не понимал, потом уже, кажется, все думали, раз у отца там один год у отца жил, я пойду уже в отцовский дом туда, в селение. А вы на самом деле даже не раздумывали об этом? Я вообще даже не думал, как я так скучал. По тете? Да, по тете, сразу к ней. Можете вспомнить, в какой момент вы поняли, осознали, когда вот, что у вас нет мамы? Нет, это момент, это не помню, я уже понимал, что у меня такая семья, там, братья все, этот, отца нету, мамы нету, там, я же восьмой был ребенок, я периодически ходил туда, там всегда война и мир, да, как можно сказать, все так вот растут. Самая старшая сестра, ей 17 лет было, она замуж вышла потом, и она все равно, она, она как бы и воспитывала всех. Отец потом построил семью или уже? Отца, отец там через три года поженился, и еще трое детей родил. У вас не было ощущения какой-то ненужности в жизни вашего отца? Не было никогда, он такое никогда не давал, такое даже, обдуматься об этом не давал. Отец, отец всех детей любил, он всегда работал в хороших должностях в районе, возглавлял финный отдел, потом, когда, уже последнее, когда открыли налоговую инспекцию, пенсии, он в хорошей работе работал, отец, он как бы всегда в работе. И помогал всем, и тете, в том числе, он как раз много ей помогал, за то, что у меня этот... Да, за заботу на свои плечи. А вы рано начали зарабатывать, поскольку обычно, да у многих детей бывает такое рвение, скорее помогать родителям, начать помогать материально. У вас было такое желание сделать? Знаешь, 15 лет было мне, я уехал в Ростов, там брат мой был, он начался, он забрал, он там уже, по тем временам, какие-то деньги зарабатывал, он купил, продажей, там вот такой шустрый брат был, он потом открыл там кооператив в Ростове. Как бы он меня и воспитывал, он тоже воспитывал, он меня содержал, отец как бы с 15 лет, все брат делал для меня. Я уже в городе вырос, я уже видел город, что как, потом сам помогал там где-то продавать, где-то этот, ну вот так вот. То есть финансово вы рано встали на ноги? Да, я с 15 лет, я уже, отец уже, ну, пару раз бывал, он там деньги отдавал, а так уже, брат уже говорил, отца деньги не бери, потому что там, ну, у него еще свои дети родились, брат такой. Ну, это достаточно сложно и вас обеспечивать, и своих детей, и жену. Нет, вот покойный брат, он умер у меня, он очень был шустрый, он всем помогал. И нисколько никак не показывал, что он ущемлен в чем-то, что на нем такая обуза? Нет. Отец в район уехал, ну, женился, а мои братья все оставались, даже по тем временам, помню, отец отправлял в Марте вертолет с полными продуктами, там, питанием. Отправлял, видимо, мог такое позволить тогда. Это вот кукурузники раньше были, да, в таком вертолетах? Нет, такой вертолет. А. Вертолет в село, в селе, маленькое село, такая площадка, машины там 5-6 километров дороги не было, вертолетом так тоже мог делать. Я так понимаю, что вот у вас старшие помогают младшим, такая вот очень тесная такая взаимосвязь, что финансово, что в каких-то вот родственных связях, да? А сейчас есть у вас какие-то родственники ваши, младшие, которых вы финансово обеспечиваете и которых вы поддерживаете таким образом? А. Все уже выросли, я же маленький был. Ну, все равно не заканчиваются братья, сестры, сыновья, братья, сыновья, племянники, племянницы. это мне кажется вот я этот у меня три брата было не все их уже нету у всех были там 1 4 без девочки 2 2 3 1 семеро девочек всех замуж выдали и казалось придумаем все это не заканчивается уже племянники растут их надо женить потом это потом их на этом никогда я думал это братьев которые мы потеряли детей чтобы их замуж видят все виды на этом все круто закончится этот город видимо никогда не заканчивается это приятно это приятные траты и потому что забота семья это как бы у меня один друг из кизляра все знаете у него когда проблемы были не до при приездаем главы проблемы были не очень хорошо он асфальтированный делал до своего села всем помогал мечеть и везде все помогал но проблемы начали где-то год полтора-два у него проблемы были и он говорил мне как на жизнь году у меня есть у меня все есть говорит у меня не хватает вот это удовольствие когда я людям помогал вот это удовольствие не хватает говорит это вот это вот это надо почувствовать надо когда этот человек почувствует всегда будет помогать да это уникальная черта она но она наверное очень редко в каких семьях и в людях встречается села тебе дал ты помогаешь молодачи будут люди которые помогают вот никогда не почувствует это это удовольствие той этой помощи сами они не будут останавливаться какие вы испытываете внутренние переживания и чувства когда говорите слово мама не узнать это да раньше бывало когда вселенник когда зовут кушать мамы мама мама папа побежали это все равно она хоть осадок оставался сейчас этого нет сейчас я уже сам отец куда мне сейчас про маму думать иногда вот коллеги депутаты там когда что-то мама когда у мамы умерла надо соблюдать не говорят вроде они взрослые вроде они же даже старше меня это тоже больше задумаешь думать ты маму не знаешь а тут только маму похоронил а не сохранилась даже фотографии и были фотографии есть две три фотографии есть на паспорт деланы такой вот мы их сохранили до себя а вот часто рассматривали их в детстве нет почему потому что их сестра прятала показывал потом а почему прятала там фотографии сделаны мамы она раньше как вот для паспорта что ли с волосами где-то где с платок поэтому наверное сестра тоже маслом а также так вот было то есть то время ну все соблюдали да и платок носили конечно у нас всегда носили платок у нас всегда молились у нас всегда никогда не закрывался мечеть закрывали иногда это это рассказывал у нас коврики были от шкурки от как коврик шкурки от вещи шкурки были на них молились на свою мечеть был такой а у нас когда проверки идет уже видно села там между срежки идут не знают что проверка идет кгб кто-то а кто молится кто не молится проверят мечет из лет и мы всем селом быстро это собирали коврики прятали их и даже мальчиками даже помогали и проверку они говорят это баню говорили там мечетка была там же такой колодец внутри там же там омолвение сразу да это баню говорили я удивляюсь тем что взрослые люди ну это как бы с ровной кгб там все боялись на этот прятали но они доверяли мальчикам всем селений и никто не мог сказать там нет это там это там спрятали коврики никто не проболтался болтался об этом никто видимо и не боялся всем силам помогали и когда они уезжали обратно заселили дальше так и дальше мечеть существовал население у нас маэта фанды книг пишут он оказался в нашем селении жил преподавал поэтому видимо это баракат сохранился у нас у нас всегда молились ценности которой вы обладаете потому что не всем удалось вот именно с самого детства вырасти в таких условиях и религии сталкиваются очень многие уже будучи в зрелом возрасте когда ты не пропитан этими религиозными принципами с самого детства и пропитан более такими ну скажем так светскими да это в мозг вообще в душу это проникает с очень большим трудом вот какие-то вот сейчас да я в дагестане первые слышала эту фразу собру делай собру делай потом на всевышнего оставь оставь на аллаха или аллах лучше знает вот эти вот за этими словами стоит конечно же глубокий смысл и глубокое мироощущение а вот вам это мироощущение кто прививал и кто в вас это вкладывал я даже не знаю первый намаз делать мне учил человек там селении писал это у нас как это все соблюдали и даже помню первый раз это у разу держали маленькие мальчики настолько голодные настолько это то не может это видимо и такое летнее время тоже попадалось тогда маленький был я думал блин что-нибудь вот можно было так у терпели делали это воспитание наверное это не только там чё ты там пример или родители там это всем селом когда делает это вселение даже когда старшие у нас водикан когда старше мы не могли туда заходить водикан мы там далека там что-то рассказывать мы там далека стоим тоже слушаем появились учителей вселение учителя когда видели прятались обходили его такое уважение учителям было это это наверное села на это воспитание вас никогда в школе не за что но не попадались вы на каких-то шалостях может быть в школе очень хорошо учился начало создали группу у нас сельская группа одноклассники на классе когда я говорю никогда этого не было заслужил их на я в школе очень хорошо отлично учился даже 2 4 2 4 со мне пятерка были если 3 в редкость было в моей жизни 3 если 3 получила на 2 дня не спал не сегодня свои мои дети приходят два получили говорят я кушаю спокойно 3 получили говорят радуется а дрались детстве без этого по-разному бывает драться очень часто приходилось приходил они там всех стекаются а чаще всего себя защищали лидру и друзей или отвечали на нас как высоко и село они для района мы как второй сорт не считают как ты нашла бывает и только из-за этого постоянно это вот сейчас как бы все поменялось раньше у нас там верхний участок они нас считали как бы вторым сортом их выедет оттуда сюда приезжаешь махачкале махачкале как ветлер а то там высоко все старые сорт отсюда россию едешь на это дагестан черный да 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 в америку едет в америку поехал это русский а где где-то еще столкнулись мы с таким вот ощущением когда кто-то считает себя я много выше вы хотите утвердить свои позиции но это вы знаете это в ростове 15 лет мальчиком попал там тоже часто там тоже это чуть вырос там начал что-то зарабатывать и сначала все жить и желтам брата квартира была хоть он отдал мне ошибки чтоб воспитание что получит на квартиру потом квартиру снимаешь идешь на рынке одни русским не сдаем это ощущение того что ты везде чужой это не покидывала долго не покидывал это куда бы не едешь всегда чужой 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 меня за друзья из метод азербайджанские аварсии в ростове живут они не горд нас говорит вообще га считает как второй сорт когда азербайджане их коммуна скобито сюда приезжаешь к российского ряд что вы не наши наши даже не россиянин и азербайджанцы говорят как здесь вот вот это вот у нас это это не заканчивалось я вот последнего лет десять да вот сейчас вот америки жил после ростове если переехал сюда махачкалу я наконец-то чувствую себя как вы себя дома чувствую что здесь никто не скажешь тебе наехал приехал вот это это сопровождало всю жизнь а в америке тоже такая бывать стали так америки америка это честно сказать границу перешел уже я такие же права как американцы там никто ничего не может сказать потому что там все приезжие такой народ америки пять лет жил там больше пяти лет даже настолько такой народ они вот скажи покажи государство европе любого государства вот 80 процентов они карты не сможешь показать где это государство находится на метели нужно я в майами жил мера города девяносто процентов люди не знают меру города кто спросил он они не скажут кто у нас есть кого-то поменяли тот придет это придет все у всех на устах то что этот кто захочет туда тоже знает наши кто-то идет политику а там этого нету там они так не интересуются как машины у них для них есть президент госсекретарь а дальше там председателя кто там им это неинтересно они живут своей жизнью своими заботами да это у нас кто куда поставили кто снял кого сняли вот за этим все следят а вот общение как складывалось у вас с людьми общение там же много идут латиноамериканц американцев много там там 50 на 50 испанский и английский язык поэтому они как плохо разговаривают вот с ними легче было общаться и вот так вот научился а вы говорили да на английском ну да мы же учили нас на этом интервью да краситом подготовка как идет что как вот такие на приезжали отвечал и по английски я слышал что вы несколько языков знаете английский русский аварский говорят что он есть один иностранный язык выучили там часто говорю там по испанский там какие-то фразы есть там испанский испансов много там а да я слышала что вы левша несмотря на то что вы выросли учились в советское время в советской школе я хорошо помню как левши переучивали даже вплоть до таких дедовских методов когда левую руку привязывали заставляли писать правой потому что у нас был принцип тогда будь как все и делай как все не и не выделяйся как вас обошла эта участь почему как вы сохранили мне тоже левый солью и делалось на самом деле писал неудобно было привязи такого не было нет учитель сказал учись учитель говорил да пишет правой говорил я научился правой куда потом кушал левый потом сказали левый это храм надо правой кушать вот так переучился я все так переучил правой единственном боксе она как бы левша остался остальное все правой делаю а мне мальчик 2 левый пишет сейчас мы сидим у меня отец тоже левый писал вот так вот писал помог от прошу так вот писал я смотрю мелкие вижу четвертый класс пошел он уже левый пишет мы его не переучивали стали да а вы сами уже сейчас левой не пишите я пишу про всю правой делаю все уже право если камень бросат и одевые основные супруга из тех религиозных исламских ценностей которые у вас взрастили с самого детства да вот когда проверка шла младшие знали что надо молчать что надо хранить секреты тайны это достаточно взрослые принципы детям они не всегда свойственны но вас они были из тех правил которые вас воспитали какие из них вами были использованы задействованы его уже во взрослой жизни и в спорте и может быть сейчас вашей деятельности используют тоже что она она выслит ее в крови на так она и будет дальше но до сих пор она осталась там старшие пришли там стала стоишь там этот нас один покойный умер еще учимся этот совет чемпиона у нас есть куда-то на поехали и там старший взрослый тренер был он аэропорт приехали встречать мы там что-то раньше его встречали там же вместе на одном поехал еду и уберу сумку и это он столько раз повторил я говорит меня из аэропорта говорит султан говорит взял сумку гордо машины мою сумку кашу там забрал для него это было настолько у него там мероприятие там мероприятие он покойный в прошлом году скончался он так рассказывал это а это мое наше воспитание которое нам взрослый человек он это вот случайно настолько он удивлялся этому это не только в этом во всем старшие проходят когда встаешь там это на то что было она осталась она дальше передаем тоже это помогает и жизни если даже не помогать люди не понимают ты самому как приятно что ты соблюдаешь это вы родились 8 марта это международный женский день скажите пожалуйста 8 марта вас поздравляют и вы поздравляете до 8 марта я честно сказать всегда я уезжал за границу последние пять лет остаюсь не привык этому я выезжал за границу 8 марта там это не праздник достаточно спад когда я родился к кружок плавали раньше в школе делали кружок готовились мы и в старшие братья и мама каи спереди говорила там одевал подготовилась всю одежду все на это кружок участвовать один участвовал сам старший брат покажи что он должен сделать потому что там угодно нет это секретом сказали нельзя это показывает это будет только кружки там номерок это придумали до учителя и где-то мы готовились и с мамой это случилось это все сорвалось брат пока говорил много мама так часто говорил пока расскажешь что там у вас там что вы ягод я так же легали раз к не рассказывал мама для меня на сегодняшний день самое главное дать воспитание для детей чтобы они пошли правильный путь чтобы они им говорю первые ваши первые это намаз а дальше уже учеба ваши там сыновья которые хвастаются там я это сделаю я там этот я так спортом все спортом помешаны я говорю ваш спорт никому не нужен вот это мои приоритеты а так а вы же занимались спортом почему вы говорите что не нужно знаете я занимался в такой вид спорта бокса я видел и в америке и по россии ни одного боксера нету из семи достатка достатком который 7 все боксеры которые добились и кого были проблемы у кого были этот жизненные проблемы кого были нет хорошей жизни которые пришли на бокс вот тайсон и спрашивает там сингер я хочу тайсон сказал ему ты никогда не станешь чемпионом ты никогда не станешь к хорошим боксером я говорю все в детской твои твои года у меня ничего не было я был голодный гордяга рвал все подряд я говорю сегодня говорит что ты хочешь все тяжелись у тебя целью внутренней мать 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 и для мать его тянетку ничего я ничего не получится вот вы сказали стихи помните из со школьных времен можете сейчас станет исполниться если у них много давних чувствовать часто я цитирую слова это евгения онегиня онегин же там как бы все равно у них молодые да она хотела чтобы с ним быть он как-то скажем уличными словами выпендривался да 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 потом он обратно вернулся пишет и она ему отвечает я знаю ваше сердце вискать и гордость и прямая честь я вас люблю к чему лакает но я другому отдана и буду век ему верна то есть жестко обозначила границы границы да я хотел еще один последний вопрос задать что для вас счастье знаете счастье это вечером возвращается домой и тебя дети встречает или те из а школы их встречаешь для ты наверно счастья другую что может быть люди думают счастье там кто-то думает деньга кто думает этот люди с такими большими деньгами они не счастливы они не знают не из своих возможностей вы принесли их возможностей самое свободное это самое лучшее это счастье это я вчера с детьми вышел погуляли они после школы забрал их погуляли по площади гуляю там депутатов встречаю там султанчу я говорю семей гуляю вот это на нес счастье что ты этот что тебе не надо прятаться что тебе надо скрываться что ты не боишься там кто-то увидит или как там говорят 2 выйдет 3 выйдет ты со всеми детьми можешь спокойно гулять это для меня счастье спасибо